Смотрите, это чудо! Так говорят все, кто видит необъяснимое своими глазами. Яркий ореол, похожий на радугу, внутри которого двигается фигура человека, сняли паломники на склоне горы Афон в Греции, святом месте для всех верующих христиан. Город Шарья Костромской области. Ночные съемки и снова непонятное явление в небе. Светящийся крест четко виден и висит прямо над жилыми домами. Что это? Удивительной формы облака? Аномальное атмосферное явление? Или чудесное знамение? Крест показался в воздухе всего на несколько минут и растворился. Люди пугаются того, что снимает их камера. Это лицо! И действительно, хорошо видны глаза, нос, скулы, овал лица какого-то старца. Посмотрите на эту фотографию. Справа отчетливо заметен образ женщины в глинном платье. Этот снимок сделан на территории православного монастыря в Дивеево, Нижегородской области, который почитается среди верующих как четвертый земной удел Пресвятой Богородицы. И, вероятнее всего, на этом кадре именно она. Но как объяснить это чудо? Сегодня в программе. Дива дивная. Иконы мира точат, лики исцеляют. Молитва приносит успех, а нательный крестик спасает от удара молнии. Здесь было все в крови, а цепочки уже не было, она превратилась в пепел. Выстрел в голову и снова в бой. Как выжить на войне, если не верить в чудеса? Пуля этому майору попадает в голову, делает два прохода, и она ее выплевывает. Чудеса, да и только. Как иконы защищают людей от гибели во время пожара... И от смертельных болезней. Врачи в госпитале собрали консилиум, потому что подобного никогда не видели. Божьей милостью спасена. Девочка выпала из окна и выжила. Кто протянул ей руку? Мне больше верить было в тот момент не во что, только в чудо. Чудеса рядом с нами, и они абсолютно реальны. Но как в них поверить и чем объяснить? Шокирующие кадры и доказательства от очевидцев смотрите прямо сейчас. Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек. Больше сотни пострадавших. Музыкантов Екатеринбургской группы «Гештальт» в числе погибших не оказалось, лишь чудом. В тот день они решили поехать на метро, чтобы быстрее добраться до аэропорта. И тут в вагоне рядом раздался взрыв. Мы вышли из вагона, было ощущение гнетущего ужаса, потому что ты не понимаешь, что произошло. Дым, запах, люди кричат. Александр с друзьями ехал в первом вагоне. Взрывное устройство сработало совсем неподалеку. В третьем... Только за день до этого директор группы сходила в Казанский собор, как чудесное коня. Видимо, связь есть. Все не зря. Смотрите далее. Чудеса сплошь и рядом. Кто нас защитит в самые опасные моменты жизни? И что произойдет, если не услышать голос свыше? Библия вместо шлема и брони. Молитвы, от которых отскакивают пули. Три пули попадают ему в ток. И река же. Подарок с небес. История чудесного спасения в авиакатастрофе четырехлетней девочки. Что помогло ей выжить? Случайностей и совпадений в жизни человека не бывает. Почему ласточки в деревне Потеряевка по утрам поют церковные молитвы? Кто их этому научил? Они величайны. Путешествие вокруг света с Николаем Чудотворцем. Во что верит знаменитый мореплаватель Федор Конюхов? И откуда он ждал спасения во время штормов и крушений? Николай Чудотворец. Без него я уже не представляю выйти в океан или лететь на воздушный шар. Можно ли запечатлеть своего ангела-хранителя на видео? Какие тайные знаки посылает нам небо? Что это? Случайные совпадения? Фальсификации или проявления сверхъестественного? Никакой мистики. Только реальные истории, свидетельства очевидцев и мнения экспертов. Смотрите прямо сейчас. То, что случилось в Подмосковье, иначе как божьим вмешательством не назовешь. Камера наблюдения сняла, как пожилая женщина по заснеженной улице идет в магазин. Она никак не ожидала, что грузовик в этот момент втронется с места. Водитель словно ее не заметил и резко набрал скорость. Как удалось выжить пенсионерке? А чем объяснить то, что случилось вот с этой женщиной, мирно переходящей дорогу? В ее сторону летят сразу две машины. Казалось бы, шансов нет. Но автомобили разлетаются по разные от нее стороны, и женщина остается жива. А этот парень на скорости падает со скутера прямо между двух огромных фур. Как он не попал им под колеса? Давайте еще раз посмотрим на замедленном воспроизведении. Словно какая-то сила уводит его от беды. Эти кадры снимает видеорегистратор внедорожника. Автомобиль мчится по трассе. В этот момент слева, никого не замечая, поворачивает КамАЗ. Столкновение не избежать. Это невероятно. Но мужчина на заправке остался цел. Ни единой царапины. Как можно назвать то, что произошло здесь? Чудесное спасение? Что ему помогло? Или, может быть, кто? Для человека, конечно, далекого от веры, это будет случайное сечение обстоятельств. А для верующего он, конечно, увидит Божий промысел. И не забудет даже поблагодарить Бога. В Красноярске парень на пешеходном переходе зацепился за дорожное ограждение и задержался буквально на секунду. Она и стала решающей. Прямо перед школьником пронеслась шальная машина и вылетела на встречную полосу. Куртка вроде бы случайно зацепилась за ограду. Но так ли это на самом деле? Что нас спасает от неминуемой смерти? Чудеса происходят в нашей жизни гораздо чаще, чем кажется. Следите за камерой. К остановке подъезжает рейсовый автобус. Из него выскакивает какой-то беспечный школьник. И, не оглядываясь по сторонам, выбегает прямо на дорогу. Но неожиданно поскальзывается. Стоп. А теперь смотрите, что будет дальше. Перед мальчиком на скорости проносится машина. Школьник поднимается и продолжает путь. Как? Словно кто-то невидимый глазу вовремя подставил под ножку ребенку. Он уцелел только чудом. Как не поверить в ангела-хранителя после таких кадров? Школьник долго стоит у ограды, что-то увлеченно разглядывая. Но только он отходит. И от ограждения ничего не остается. В таких случаях говорят, Бог спас. Случайностей и совпадений в жизни человека не бывает. Все чем-то обусловлено. И, конечно, если человек спасся от беды, это невозможно без воли Божьей. Про таких, говорят, родились в рубашке. Старушка переходит дорогу и тянет за собой тележку. Но ненадолго останавливается. За мгновение до наезда. Обратите внимание, справа от дороги стоит небольшая церковь. Считается, у каждого крещеного человека есть свой ангел-хранитель. Но каким образом он помогает? Это просто пес, который ни с того ни с сего вдруг кидается под колеса автомобиля, мешая проехать. Зачем он это делает? Но водитель едет дальше. И уже через несколько секунд становится понятно, от чего собака хотела его уберечь. А на этих кадрах из Мурманской области полуторагодовалая малышка стала настоящим ангелом-хранителем для своей матери. Она потянула ее в сторону ровно в тот момент, когда женщина разговаривала со своей подругой. И не зря. Громада снега обрушилась с крыши, как только они отошли. На оставшуюся стоять у крыльца подругу пришелся основной удар. А это православная церковь на Филиппинах. Трехлетняя девочка скончалась от пневмонии. Проводится обряд отпевания. В то, что случилось дальше, никто бы никогда не поверил, если бы произошедшее не сняли на телефон. Непостижимым образом и неожиданно для всех девочка делает вдох. Все, кто находится в церкви, не могут прийти в себя. Это самое настоящее воскрешение. Родители быстро забирают дочь прямо из гроба и уносят ее домой. А эту четырехлетнюю девочку зовут Жасмина. И она выжила в авиакатастрофе. Почему это удалось именно ей, когда все остальные погибли? Хабаровский край. Ноябрь прошлого года. Небольшой самолет Л-410 совершал рейс в Нелькан. Пилот уже начал снижаться, но немного не долетев до полосы, не удержал самолет. И тот рухнул с высоты 100 метров. Спасатели нашли живой только ребенка – Жасмину Леонтьеву. Она летела в гости к бабушке со своей крестной. Я ее отправила с Лапунниковой Ольгой Анатольевной, Царствие Небесное. Первые дни девочка не понимала, что произошло. Почти не разговаривала. Только плакала и держала бабушку за руку. Было, конечно, шоковое состояние. Немножко спутанное сознание было. Но очень быстро пришла в себя. Немыслимо. Но в этом же самом районе 15 лет назад уже была аналогичная авария. Упал такой же небольшой самолет. Тогда 16 человек погибли. Не выжил никто. Мама Жасмины говорит, что часто ходит в церковь и всегда ставит свечки за здоровье своих детей и близких. А накануне трагедии у нее было дурное предчувствие. Перед тем, как она улетала, у меня зеркало большое разбилось от дома. Вот просто взяла, разбилась. В это верится с трудом. Но Жасмина отделалась лишь сотрясением мозга и переломом голени. Спасатели прибыли быстро. И они не дали самолету загореться. Знаете, нельзя так говорить, но хорошо, что это было не так далеко от поселка. А если было бы далеко, я бы не знаю, там бы он взорвался, там керосинь, все вещи были. Уже в Нелькане Жасмине наложили гипс. Позже перевезли обратно в Хабаровск, где сделали операцию на ноге. Кому эта девочка обязана чудесным спасением? Ведь при падении с такой высоты шансы выжить равны нулю. В том же 2017 году, но уже в Греции, потерпел аварию военный вертолет, на борту которого находились пятеро офицеров и сержантов. Он разбился в труднодоступном горном районе, и никто не сомневался, что погибли все, кто был на борту. Но когда спасатели добрались до места падения вертолета, они не смогли поверить в то, что увидели. 26-летняя Василики Плексида сидела в выброшенном из вертолета кресле без единой царапины. Как подобное стало возможным? Ни системы катапультирования, ни парашютов в том вертолете не было предусмотрено. Но то, что рассказала девушка позже, повергло в шок и очевидцев трагедии, и даже спасателей. Как только я почувствовала удар, я перекрестилась и попросила Царицу Небесную помочь мне. В слова Василики сложно поверить, но она уверяет, Богородица явилась перед ней прямо в момент падения вертолета. Она вырвала мое кресло вместе со мной. Я почувствовала, как меня подняли вверх и посадили в заднюю левую часть вертолета. Что происходило после, сама Плексида помнит плохо. Очнулась она уже на земле. В тот же день пошла в церковь. Говорит, что теперь до конца жизни будет верить в реальную силу Богородицы и передавать эту историю из уст в уста, как доказательство для тех, кто еще сомневается. На этой фотографии вместе со своей мамой Натальей Ваня Куташевский из Красноярска. При рождении мальчику поставили чудовищный диагноз. Атрофия зрительного нерва. Никакое лечение не помогало. Врачи сказали, слепота на всю жизнь. Надеяться Наталье было не на кого. С мужем в разводе родных нет. И тогда ноги сами принесли ее в храм. Там и решила креститься самой и крестить сына. Она молилась, чтобы у нее забрали зрение и вернули ребенку. Спустя месяц после обряда и окулисты, и сама Наталья потеряла дар речи. А Ваня увидел свет. Через таинство крещения и миропомазания ребенку было даровано вот такое чудесное исцеление. Шестилетний мальчик прозрел после крещения. Чудеса случаются. И не только с Ваней. Татьяна Акуловская помнит в этом храме и другие необъяснимые события. Еще лет 20 назад отец Александр Пастанчук крестил слепую девочку от рождения. Она прозрела тоже. После купели сразу прозрела. То есть такие чудеса не бывают. Протеерей Виктор Теплицкий уверяет, между человеком и Богом существует энергетический обмен. Все, что требуется от людей – желание и вера. Тогда Бог посылает исцеление на эту благодатную почву. Это тайна этого мира. Мы вообще много чего там мире не можем объяснить. Мне кажется, что наш мир, который мы можем трогать руками, знаем процентов на 30. Виктор Теплицкий вспоминает, как однажды в больнице крестил пациента, который, по мнению врачей, никогда не будет ходить. И через какое-то время даже сам батюшка удивился, когда его знакомый больной пришел в храм своими ногами. Понятно, что ты веришь в чудо, но когда он заходит, он говорит, вот я утром проснулся, я понял, что я могу. Я встал и пошел. Вот оно чудо. «Живые в помощи» – так называется православная молитва, которую верующие считают одной из самых сильных, защищающих от невзгод и творящей настоящие чудеса. Февраль 2000 года. В Грозном идут ожесточенные бои с бандформированиями. Штурмовая группа капитана Майншина зачищает пятиэтажку. Младший сержант Никифоров. Вот он был ведомый в штурмовой тройке. И вот они два этажа зачистили, а на третьем этаже он увлекся в атаке. Ну, так бывает, в полубой увлекся байк. Сержант Николай Никифоров увидел перед собой закрытую дверь и решил проверить комнату. Автомат навскидку вот так вот, ногой правой тоже. И так успел перекреститься. И на лбу вот этот пояс, живой в помощь. Справа дворский символ, слева живой в помощь. Сержантин по центру крест. И он увлекает дверь, и ногой становится в комнату. Пояс или ленту с написанными словами молитвы военнослужащие часто надевают под шлем. Считается, она оберегает от смерти. И Николаю этот пояс действительно помог. В комнате, куда зашел сержант, его уже поджидал боевик с нацеленным в упор на Николая автоматом. Я говорю, только глаза успел закрыть, Иисусову молитву прочитать, и выстрел в очередь, три пули. Попадает ему в бок. И рикошет. От пояса живой в помощь. Рассказам Николая сослуживцы, конечно, не поверили. Все слышали автоматную очередь, а от прямого огня еще никто не выживал. Они видят, ничего нет, ни края, ничего. Это вот три шишки такие. Капитан Маньшин, человек хоть и верующий, но тоже засомневался, и утром решил снова сводить Николая в ту самую комнату. Если правда, в стене должны остаться пули. Я так веду взгляд на ловление лба и вправо. На ловление лба и вправо. И у меня глаза по пять рублей. Их же три пули торчили. Писателю Виктору Николаеву лента «Живый в помощи» тоже однажды спасла жизнь. Он получил контузию в Афганистане, а когда вернулся домой, в головном мозге обнаружили раковую опухоль. Врачи сказали, жить осталось два месяца. И, как обычно, добавили. Надеяться можно только на чудо. У нас дома был поясок живой помощи и маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. Когда началась операция, жена встала на молитву. Восемь часов шла операция. Я на восемь часов, не прерываясь и не отходя, читала 90-й боевой псалон. Шестилетняя дочь все это время сидела рядом с картонной иконкой в руках. Много лет уже прошло с той операцией. Виктор Николаев излечился, служит в храме и пишет книги. Первую он так и назвал, как молитву «Живый в помощи». Это безусловно божье чудо. Божье чудо, что я вообще остался жив. В книгах он часто вспоминает еще и не такое. Во время контртеррористической операции в Чечню приехал батюшка. Командиру роты предложили покреститься. Он не хотел, но поддался на уговоры бойцов. В ближайшем разводе пуля этому майору попадает в голову, делает два прохода, в голове падает в рот, и он ее выплевывает. Как пуля не задела мозг, никто и не смог объяснить. Счастливчик теперь носит ее на груди на одной цепочке с православным крестом. Начальный крест стал спасительным и для Розы Ляшевой из стерлидомака. Она пострадала от удара молнией, но осталась жива. В праздник Святой Троицы она приехала в родную деревню помянуть родителей. После кладбища встретилась с одноклассниками, решили отдохнуть на природе. Грянула гроза, Роза открыла зонт и тут же почувствовала огненный разряд. Я почувствовала, что меня кто-то как будто кирпичом по голове. Уже думаю, что все. Мы считанные секунды остались, что скоро я умру. Роза получила сильнейшие ожоги. Зонт и одежда сгорели полностью. Расплавилась золотая цепочка. Целым и невредимым остался только нательный крестик. Здесь было все в крови, и крестик лежал вот так на груди, а цепочки уже не было. Она превратилась в пепел. Четыре дня Роза провела в реанимации. Ее сразу подключили к аппаратам, так как женщина не могла самостоятельно дышать. У меня синтетика же, она плавилась. Местами она уже вместе с кожей вот отдирали мне ее, эту одежду. И у меня тело было все это, как сказать, ну, черные вот эти полосы, как будто кнутом меня стегали. Врачи районной больницы дивились. Для человека смертельным считается разряд тока в 20 миллиампер. Удар молнии в миллион раз больше. Кто способен это выдержать? Реаниматолог не верил своим глазам. Он все говорил, что вот сколько я работаю на своем веку, говорит, первый раз у меня в этот случай такой, чтобы человек вот так вот сильно ударить и живой, чтобы остался. Прошло шесть лет. Тот крест Роза хранит до сих пор и не расстается с ним никогда. Вот этот вот маленький, вот этот вот крестик, я считаю, что он вот мне жизнь спас. Тех, кто выжил от удара молнией, называют меченными богом. Саратовские врачи навсегда запомнят Марию Мертину. 22-летняя девушка должна была сгореть на месте, но вместо нее обуглилась только ладанка с ликом Божьей Матери, которую Мария носила на груди. У нее остались многочисленные ожоги, но главное, она жива. Смотрите далее. Почему ласточки в деревне Потеряевка по утрам поют церковные молитвы? Как объяснить это чудо? Они величайны, что это больно. Слезы Николая Чудотворца. Кровавые. От чего плачут святые? И что за этим следует ждать? Я не знаю, какие здесь могут быть шансы, поскольку у нее голова буквально раскололась, как арбуз. Спаси и сохрани. Почему люди со всей России продолжают ехать за исцелением к старцам даже после их смерти? Приезжали бандиты, наркоманы, люди падшие и опустившиеся. И с этими людьми происходило чудо-преображение. Мальчик вышел на карниз восьмого этажа и не упал. Пятилетний ребенок рухнул с четырехметровой высоты и выжил. Кто уберег этих детей от неминуемой смерти? Как объяснить лики, чудесные знамения и кровавые слезы на иконах, складнях и образах? Как поверить в то, чего не может быть? Реальные истории самых чудесных спасений. Смотрите прямо сейчас. Как объяснить то, что мы видим? Всмотритесь, абсолютно случайно прихожане, возвращаясь на автомобиль из монастыря, запечатлели доброе, улыбающееся лицо. А это странное небесное свечение вокруг Солнца наблюдали жители Североморска в апреле прошлого года, когда пришли к церкви на Пасху. Самый светлый и таинственный праздник всего православного мира. На Пасху и не такое случается. Настоящий город золотой появился под небом голубым. Ожившая цитата из песни Бориса Гребенщикова. И увидели его жители деревни в Рязанской области на следующий день после праздничных торжеств. Или, например, этот крест в небе возник прямо в момент крестного хода в Белоруссии и церковных песнопений по случаю Пасхи. Люди поднимали головы вверх и не могли поверить в то, что это происходит с ними именно сейчас. Невероятно, но факт. Храм в честь иконы Божьей Матери Умиления в Ростове-на-Дону. Служащие и прихожане стали свидетелями таинственного и необъяснимого явления. В один из дней в реставрационную мастерскую при храме привезли икону Спасителя. Мастер снял с нее верхнюю рамку и просто онемел от удивления, что он там увидел. На стекле был отпечаток лика Бога. Я приезжаю, он, дядь Костя, а что это, смотри, что? Я, о, господин, это чудо. Ни реставраторы, ни священники не могут объяснить, каким образом лик Христа возник на стекле. Но у него явно нерукотворное происхождение. Приезжали, благовестцы там писали, что это, на что это. Я говорю, ну, что он в Газбург отдыхнул, вот так вот. Появившийся образ решено было рассмотреть основательно. Изображение сфотографировали и посмотрели на него в режиме негатива. Сомнений не осталось. Реставратор Константин много лет работает с иконами. И подобного в своей практике не встречал ни разу. Он уверен, икона способна творить чудеса. Икона – это окошко в мир и вновь. Вот оно. Вот отсюда идет поток света. Мы туда молимся, уходят наши молитвы. Оттуда приходится нам вот эта вот поток и благодать. Лик Спасителя в церкви под Можайском тоже появился прямо на стеклянной дверце Киота. Священнослужители даже вынесли изображение в центр храма, чтобы все верующие прихожане смогли насладиться явившимся чудом. Точные очертания лица, одежды, нимб – все как будто исполнено рукой иконописца. На самом деле человек здесь совсем не причастен. А в храме во имя Елецкой Божьей Матери совсем недавно случилось и вовсе невероятное. Во время службы со стены неожиданно упала икона Пресвятой Богородицы – Семистрельная – самый сильный и чудотворный образ Девы Марии. Она способна уберечь от бедствий и напастей. Икона упала, стекло разбилось. Но каково было удивление церковных служителей, когда они увидели, что прямо на стене, в том месте, где висела Семистрельная, отпечатался лик Божьей Матери. Настоящее чудо! На скальную икону с ликом Христа обнаружили альпинисты возле села Архыс в Карачаево-Черкесии в Старом Гроте, расположенном на высоте 15 метров. Место очень труднодоступное. Туристы обычно сюда не забираются, поэтому тем более непонятно, каким образом лик мог здесь возникнуть. Ученые рассмотрели фреску и пришли к выводу. Рисунок на скале вряд ли имеет рукотворную природу. Непонятна техника исполнения. Нет нимбы над головой, нетрадиционное написание бороды. Верующие утверждают, лик специально долгое время был сгрыт от посторонних глаз. Но теперь время разгадать эту тайну пришло, и все, кто сумел добраться, сходятся в одном. От лика Христа исходит тепло. Поэтому отныне здесь проводятся молебны, прямо у подножия скалы, с таинственным изображением. Семью Трубниковых из Челябинской области две маленькие иконы спасли от смерти в огне. На улице стояли свирепые морозы, печь топили круглосуточно, а ночью вспыхнул пожар. Огонь уничтожил все. От дома остались лишь четыре кирпичные стенки. Да, вот детские игрушки, которые все сплавились, расплавились, ничего не осталось. Уцелели только две маленькие иконы, которые недавно Трубниковы принесли из храма. Они туда часто ходят, с тех пор, как покрестились. Вот в этом шкафу хранились фотографии здесь были, вот что осталось, а вот две иконочки, которые детские именные, которыми мы крестили детей, лежали тоже здесь, их не тронул в пожар. Трубниковы знают, именно иконкам они обязаны жизнью. Ведь как еще объяснить их чудесное спасение? Константин работал в ночную смену. Его дома не было, а жена случайно проснулась, как будто что-то ее подтолкнуло. Теперь Трубниковы решили на месте сгоревшего дома построить новый и обязательно его осветить. Летом 2010 года по всей России бушевали лесные пожары. На пути огня оказалось и село Верхняя Верея Нижегородской области. Здесь живет больше тысячи человек. Когда спасатели начали всех эвакуировать, любовь Григорьевна Карпова категорически отказалась покидать свой дом. Она сделала так, как когда-то учила ее мать. В случае пожара обойти дом с иконой Пресвятой Богородицы неопалимая купина. Эта икона давно принадлежала их семья. По традиции эта икона считается защитницей от пожаров. Соседи спешно собирали вещи, а любовь Григорьевна ходила вокруг дома с иконой и молилась. Муж запомнил тот день навсегда. И только когда уже огонь подошел вплотную и стало нечем дышать, она покинула село одно из последних. Поднялась стена огня, как поле целое, метров 70 высотой, как они оценивают. И это поле упало на село, и село на глазах стало просто исчезать. Через несколько дней, когда людям разрешили вернуться, они увидели вместо домов сплошное пепелище. Пожар уничтожил почти 400 построек. Все, кроме одной. Посреди черных дымящихся руин стоял почти нетронутым огнем дом Любови Карповой. Никто не мог понять, как он уцелел в огненном смерче. Жальщик такая. У меня бак один был на 4 тонны заполненный, металлический сваренный, с водой, и то угол расплавился. В тот день жители Верхней Вереи действительно поверили в чудеса. Вот этот дом, да, он стоял, вот это вот как раз то самое удивительное чудо, несмотря на то, что вокруг все дома были уничтожены дотла, горела сама земля, скручивался металл. Отец Владимир вспомнил и еще один случай в соседнем с Верхней Вереей городе Выкса. Тогда огонь подобрался очень близко к заправке. Жители вышли навстречу пламени с иконами и спасли город от неминуемой трагедии. И вот они стали и молились, и вот огонь остановился, в метрах примерно стаили 200, от бензоколонки и пошел обратно. А Верхнюю Верею отстроили заново. Жители с ужасом вспоминают тот пожар и боятся его повторения. Любовь Григорьевна решила, что неопалимая купина впредь должна охранять всех ее соседей и подарила икону храму. А сама через год умерла. Это необъяснимо, но рядом с храмами и прямо в них действительно творятся странные вещи. Это касается даже животных. Православный монастырь в Таиланде. Этот пес живет здесь давно. Он настолько привык к местным обычаям, что даже присоединяется к молитве перед трапезой. Он не кидается к миске, как поступают в такой ситуации обычные собаки, а ждет особого благословения. Деревня Потеряевка знаменита на весь Алтай. В местном храме ласточки свили гнездо прямо над иконостасом. Живут тихо, никого не тревожат. Но как только начинается служба и поет хор, с птицами происходит что-то необъяснимое. Они вьются, мечутся и даже как будто повторяют церковные молитвы вслед за батюшкой. Боже, может, любовь уловит нас. А этот фермер из Орловской области показывает икону Божьей Матери, по периметру которой пчелы создали восковой оклад. А как ровно, посмотрите, как под линеечку. Когда пчелы заболели, фермер пошел в ближайшую церковь за помощью к батюшке. Тот дал две иконы и велел поставить в ульи. Через три дня пчелы перестали болеть и теперь медоносят даже больше прежнего. Удивительно, но абсолютно схожую картину наблюдали в одном из храмов знаменитой греческой горы Афон. Пчелы стали строить свои соты на иконе, причем делали это настолько искусно, что оставляли святые лики по центру образов незакрытыми. Все, кто хоть раз побывал на горе Афон, в один голос говорят, это совершенно особое место, чудеса тут происходят на каждом шагу. Оператор, снимавший этот обряд венчания, поразился, когда начал просматривать готовое видео. помимо приглашенных участников церемонии, четко видна сияющая фигура какого-то незнакомца. Все присутствующие подтверждают, на этом месте совершенно точно никто не стоял. Но тогда чей это ослепляющий силуэт? Похожий случай произошел и в США, только в этот раз на обряде крещения. Супружеская пара решила принять православие, а их друзья фотографировали церемонию. На снимках двух разных людей видны сияющие образы над Библией и рядом со священником. Как объяснить такие появления? И если это не человек, то кто там стоит? В другом американском штате и тоже в православном храме на фотографии проявился силуэт Девы Марии. Церковь носит ее имя и во дворе даже стоит скульптура Марии. Но такого таинственного ее появления из ниоткуда никто и ожидать не мог. Я просто взяла смартфон, не включала никакую вспышку, просто сделала снимок, а потом посмотрела, там непонятно откуда яркая белая фигура. Это просто дар, который Святая Дева нам преподнесла. Это невероятно, это не укладывается в голове. Некоторые священники объясняют появление таких фигур на фото благодатью Святого Духа, что сходит во время священных обрядов. Вот нечто похожее на огненные языки возникло на снимке с таинства постригов монашества. Другого объяснения нет, как и этому лику, неожиданно появившемуся на стене храма. А вот что увидели прошлым летом паломники возле женского монастыря в Черногории. послушницы сразу узнали в этом светящемся силуэте Пресвятую Богородицу. Она даже как будто движется, а спустя какое-то время медленно исчезает. Скрылась. А в Румынии в одном из храмов лик Богородицы плачет. Говорят, икона мира точит. И с богословской точки зрения этому есть вполне четкое объяснение. Господь таким образом посылает особое знамение и предрекает войны и катаклизмы. Слезы святых это их предупреждение нам и настоящее чудо православия. В белорусской деревне Губаревичи нашествие паломников. На спиле святого вяза проступил силуэт Богородицы с младенцем. Как он оказался на 4-х метровой высоте никто понять не может. Но местные старожилы рассказывают до войны рядом связом стояла церковь Божией Матери. А еще вспоминают что задолго до появления храма прямо на его месте росло другое дерево и однажды на нем ровно так же как сейчас только десятки лет назад проступил лик Богородицы. Это невероятно но все мы знаем о цикличности исторических периодов а значит и важные события тоже вполне могут повторяться. А это монастырь Санкт-Петербургской епархии в нем хранится необыкновенная икона Николая Угодника его не зря называют чудотворцем он и сейчас всех удивил много лет назад икона стояла дома у водителя монастыря но однажды он рассмотрел на лике святого кровавые слезы мужчина испугался и сразу принес икону в храм но здесь его ожидало еще большее потрясение на образе обнаружилась настоящая кровь насильная экспертиза человеческой крови кровь представляете в монастыре этой находке хоть и обрадовались но предупредили это плохой знак ну понятно что интерпретировать по-разному можно вот но мне кажется мое личное мнение что когда иконы плачут кровавыми слезами то валились хорошо так и случилось через месяц после обретения кровоточащей иконы на Украине произошел Майдан и многие другие трагические события смотрите далее ажиотаж вокруг святых мощей о чем просят святого Николая и каких чудес ждут в ответ вы тоже это видите упасть с высоты и не разбиться кого берегут высшие силы и где найти исцеление еще час мы ехали до Пскова и за это время мне кажется она спокойно могла бы умереть в погоне за чудом где его искать кто они такие великие святые старцы и как им удается сохранить свою силу даже после смерти немыслимые рекорды самого известного путешественника России что помогает Федору Конюхову их ставить и выживать в самых трудных и опасных кругосветных экспедициях как не спугнуть своего ангела-хранителя и как заслужить это чудо смотрите прямо сейчас вера в чудеса именно она заставляет миллионы людей в жару или холод стоять целыми днями чтобы прикоснуться к святому Москва 2017 год почти 2 миллиона человек пришли в храм Христа Спасителя чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца я стояла более 9 часов чтобы преклониться к мощам Николаю угодник это невероятное ощущение без иконы Николая Чудотворца не обходится ни одно кругосветное путешествие Федора Конюхова она спасала его не раз в одиночном кругосветном плавании он попал в ураган яхта перевернулась Конюхову оставалось только молиться он уверен именно образ святого мученика помог ему выжить под ударами стихии Николай Чудотворец без него я уже не представляю выйти в океан или лететь на воздушном шаре вокруг света Чудотворец помог Конюхову покорить все 5 континентов планеты и 7 высочайших пиков земли 4 раза обойти вокруг света в том числе на яхте собачьих упряжках и на воздушном шаре 15 раз пересечь Атлантику и установить более 10 мировых рекордов Николай Чудотворец не раз спасал его в безвыходной ситуации в этом году путешественник собирается поставить памятник святому как своему незримому напарнику чудеса помогают выживать рожать детей излечиваться от болезней они поражают воображение но зачастую служат предупреждением что пора изменить свою жизнь обратить более пристальное внимание на свои поступки шанс который получила эта женщина от высших сил стал для нее уроком от этих кадров замирает дыхание трехлетний ребенок стоит на подоконнике восьмого этажа вот он делает еще шаг вперед и оказывается уже на козырьке балансирует на одной ноге еще сантиметр и мальчик полетит вниз капец серьезно не держится скорее всего мать вышла из комнаты всего на пару минут к счастью женщина успела вернуться и трагедии не случилось уверенной рукой мать забрала мальчика с уличного карниза и он чудесным образом остался жив пятилетнюю Риту Линда остановить было некому все спали семья отдыхала под Псковом Рита проснулась рано увидела на улице знакомого мальчика захотела ему помахать рукой и выпала из окна когда мать Риты Юлия выбежала во двор то увидела страшную картину она просто била судорога у нее там была рвота она была без сознания у нее оказалось внутреннее кровотечение они почему-то этого не обнаружили и в итоге она потеряла очень много крови ей делали потом переливание уже в Псковской больнице потом еще час мы ехали до Пскова и за это время мне кажется она спокойно могла бы умереть еще в машине скорой помощи Юля поняла все что ей остается это молиться тут внезапно что-то я вспомнила историю я не помню где ее читала наверное где-то в интернете про отца Федора Конюхова путешественника он рассказывал что когда он плыл в очередном путешествии на корабле поднялся сильный шторм и он вспомнил внезапно просветителя Николая Конюхову не дала погибнуть молитва Николаю Чудотворцу Юлия подумала а вдруг она поможет и ее дочери медики очень долго не давали никаких прогнозов травма черепа множественные переломы разрыв селезенки и легкого когда я разговаривала с врачом реаниматологом он сказал я не знаю какие здесь могут быть шансы поскольку у нее голова буквально раскололась как арбуз врачи предупреждали если девочка и выживет то полностью восстановить здоровье уже не удастся мне больше верить было в тот момент не что только в чудо отправила еще всем друзьям смски сказал молитесь молитесь потом от друзей то пошло от каких-то друзей друзей до совсем незнакомых людей и получилось так что молились не только там мои знакомые но и люди в монастырях и в Иерусалиме и в Греции Рита неделю пробыла в коме все это время за нее молились тысячи людей по всему миру и в один чудесный день девочка пришла в сознание первое о чем она спросила мать а где тот дядя с бородой который приходил и сказал что все будет хорошо но ни одного врача с подобной внешностью в больнице не было Юлия стала расспрашивать дочь и тогда поняла что конечно же видела этого старичка раньше более того он все это время находился рядом с ней я вспомнила где я его видела я видела его в храме вот там на иконе он еще такой шапочке с камнями и тут я подумал ну ничего себе наверное это и правда был святитель Николай Юля часто приходит в храм святителя Николая в подкопаях всегда ставит свечки к его иконе и просит своим близким только здоровья а Рита по-прежнему верит в то что чудотворец приходил к ней лично и помог вернуться к родным мне приснился сон что у меня ну ангелы гладят и мне что-то святитель Николай говорит Рита лечись быстрее врачи до сих пор удивляются как после таких тяжелых травм ребенок бегает играет и живет будто не было настолько чудовищного падения для меня это конечно безусловно чудо да не только для меня это чудо даже для врачей я помню мы с Ритой приехали в Москву она пошла в поликлинику к неврологу и невролог говорит ну вы понимаете что так вообще обычно не бывает почему же чудеса вообще происходят с нами специалисты объясняют как в материальном мире есть законы физики так и в незримом духовном есть свои закономерности на стыке этих двух миров и возникает чудо когда мы пытаемся научным аппаратом это исследовать самого этого аппарата недостаточно и поэтому когда соприкасается материальное с нематериальным вот кажется что это чудо мы все ждем чудес но когда с нами происходит что-то необычное необъяснимое не всегда готовы к этому оказывается у сверхъестественных событий есть вполне конкретные задачи чудесные события которые происходят с человеком по промыслу Божию они как раз таки направлены чтобы человек стал по-другому относиться к своей жизни ценить свою жизнь ценить своих близких наука говорит что чудес не бывает а есть явления которые ученые пока не могут объяснить но при этом они сами признают события в жизни человека далеко не всегда можно объяснить простой логикой даже великие ученые верят в чудеса без которых они бы не сделали столько невероятных как другие тайные знаки чудесные истории исцелений и спасений понять которые невозможно все это происходит в нашей жизни здесь и сейчас каждый день и с каждым из нас чудо совсем рядом надо только уметь его разглядеть и в нашей жизни